Всем добрый день. По Москве 12 часов. И давайте приступим к вебинару, посвященному программам и продукту Project Studio OPS. И в частности к обзору его новых возможностей. Я не хочу рассказывать сейчас на этом вебинаре о функциональных возможностях Project Studio OPS. Я хочу рассказать о принципе и концепции, которые мы закладываем. Так вот, принцип такой, что мы предлагаем нашим пользователям уйти от работы с отдельными чертежами по проектам. Работа с примитивами, такими как дуги, блоки, окружности, линии, полилинии. И перейти к построению модели всего проекта целиком по объекту. С использованием интеллектуальных трехмерных объектов. И как происходит построение модели в этом случае. В Project Studio OPS есть база условно-графических обозначений. И при выборе условно-графического обозначения какого-то оборудования и установке его на чертеж, программа запрашивает, а что это за конкретное оборудование. И вы выбираете из баз данных, которые приложены к программе, конкретного оборудования, конкретного производителя со всеми его характеристиками. И получаете интеллектуальный объект на чертеже, который обладает теми свойствами, которые заложил в него производитель. Плюс, чем достигается интеллект, это то, что оборудование может отдавать информацию о себе другим устройствам, плюс к этому принимать информацию к себе от других устройств. Например, сколько подключено извещателей к прибору, такая и будет на нем токовая нагрузка. Чем достигается построение модели? Как я уже сказал, есть база условно-графических обозначений. Она разбита на категории, причем категории названы таким языком, который понятен проектировщику. Если мы идем в категорию ППК, то значит мы там увидим условно-графическое обозначение прибора приемно-контрольного. Плюс к этому база полностью открыта для редактирования и существующих условно-графических обозначений. К тому же можно добавлять собственные условно-графические обозначения. Если же произошла какая-то... Всякое бывает в проекте, нужно заменить условно-графическое обозначение. Это спокойно можно сделать. И также условно-графические обозначения масштабируются в зависимости от масштаба чертежа. Нужно вам... Делали масштаб сотку, нужно вам распечатать двусотку. Соответственно, ставите двести, УГО перестраиваются под двухсотый масштаб, что будет соответствовать нашим стандартам. Также, как я уже говорил, в программу встроены базы данных производителей оборудования. Присутствуют производители оборудования как охранно-пожарных систем, так и системы повещения, систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, кабель несущих систем, а также кабельная продукция. Давайте посмотрим на преимущества моделирования. Ну, так как мы работаем с конкретным оборудованием, конкретным производителем, то, соответственно, проект будет ограничен этими параметрами, которые заложены в оборудовании производителя. Например, в адресном приборе 127 адресов программа вам на 128 адрес подключить не даст. К тому же, параметрами обладает не только оборудование, но и сам проект. Соответственно, мы можем проконтролировать как по параметрам оборудования проекта, так и по параметрам проекта. Так, поступил вопрос. Павел спрашивает, что я сказал, что информацию объекта закладывает производитель оборудования. Это значит, что сами производители создают базы для данного ПО. Да, Павел, сами производители. Мы работаем с производителями оборудования, общаемся с ним. У нас для них есть специальный редактор баз данных. Так, они его получают, заполняют оборудование и присылают его к нам, мы встраиваем его в программу. Про контроль сказал. Так, следующее, что мы можем сделать. Так как мы работаем с моделью, то мы можем получить методы оценочного расчета проектных решений. Это мы можем оценочно посчитать кабель, быстро расставить. В программе встроены различные алгоритмы по расстановке пожарных извещателей, быстро расставить извещатели. И уже на первых этапах проектированных мы можем уже оценить проект. Еще один вопрос поступил. А, это ответ. Пожалуйста, Павел, спрашивайте. Так как мы работаем с моделью, то отчеты получаются по проекту в три клика. Что это значит? Когда вы работаете с отдельными чертежами и используете примитивы, то у вас происходит обработка одной и той же информации несколько раз. Что это значит? Это значит, что вам нужно сначала поставить извещатель на чертеж, там провести кабельные линии. Это первый этап обработки информации. Второй раз вы ее обрабатываете как-то. Вам нужна спецификация. Соответственно, вы опять делаете то же самое. Считаете извещатели, считаете кабельные линии и другое оборудование. Плюс к этому нужны кабельные журналы. Опять же, вам нужно обработать одну и ту информацию по кабелям уже третий раз. Плюс еще расчеты по оборудованию. Опять же, получается многократная обработка одной и той же информации. При моделировании вы получаете все отчеты с чертежа. То есть вы расстанавливаете оборудование, проводите кабельные линии, соединяете оборудование между собой. Все отчеты дальше получаются автоматически. Причем отчеты всегда связаны с чертежом. То есть какое-то изменение, но это уже следующий пункт, какое-то изменение у вас произошло, сразу же у вас получается согласованная документация. То есть добавились, удалились те же самые извещатели. Это все будет отражено сразу же в спецификации. Добавилась кабельная линия между оборудованием. Сразу же в кабельном журнале будет отображено дополнительная кабельная линия. Это преимущество моделирования. При работе в Project Studio OPS происходит комплексное проектирование таких систем, как система пожарной сигнализации, система оповещения, система охранной сигнализации, система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, а также кабель несущих систем. То есть все системы безопасности. Комплексно проектируются и моделируются в Project Studio OPS. В результате работы можно модель задокументировать. Прежде всего из документов мы получаем спецификации, кабельные журналы, структурную схему, различные таблицы, которые помогают, так сказать, полнее раскрыть проект. А также расчетная таблица. Это таблица расчета резервированных источников питания, точнее батареек, установленных в нем. Таблица расчета оповещателей, то есть не самих оповещателей, а уровня звука оповещателей в контрольной точке. Таблица расчета зон обзора и углов обзора видеокамер. Плюс ко всему, программа может стать частью комплекса BIM-технологий, если вы ее используете. И из нее получать 3D-модель в формате FSC, которая может быть встроена как в архитектурные программы, такие как Revit, ArchiCAD, или в расчетные программы, такие как Navisworks, Solibri Model Checker, для того, чтобы проверить весь объект, то есть со всеми уже системами на коллизии. Давайте перейдем уже непосредственно к теме вебинара, к новым возможностям. И такая мощная новая возможность – это поддержка платформы от AutoCAD 2018, то есть поддержка текущей версии DWG-файла. Давно у нас просили уже сделать, мы просто не знали, как. Теперь мы знаем, как это топология звезда для того, чтобы правильно проектировать систему электропитания, оборудования и систему оповещения. Глубокая модернизация работы с адресными системами. Теперь намного точнее можно будет указывать адреса при работе с адресными системами. И загрузка помещений из FSC. Это нужно для того, кто работает по BIM-технологиям, когда нужно не только передать информацию из Project Studio PS в формат FSC и потом в другие программы, а из других программ с помощью формата файла FSC мы загружаем информацию из других программ. И, конечно же, проделано много различных мелких улучшений и дополнений. Давайте вживую посмотрим. Давайте вживую посмотрим, что же за новые возможности. Давайте начнем с мелких улучшений. Посмотрим, например, на эту видеокамеру, посмотрим на ее свойства. В предыдущей шестой версии, которая была с минорным индексом 6.2, были только термохожих и кронштейн. Сейчас добавила карта памяти. То есть добавлять можно в камеру карту памяти, и вы этим тем самым более точно делаете спецификацию по проекту. Следующее – это то, что касается оповещателей. Посмотрим на свойства оповещателей. И также к оповещателям на чертеже можно добавлять базовые основания. Это в основном нужно для работы с, скажем так, с импортными системами безопасности, когда оповещатель встраивается в шлейф. И базовое основание, если мы посмотрим, откуда оно берется, оно берется из той же самой таблицы, что и для пожарных извещателей. Что, в общем-то, правильно. Опять же, с помощью этого свойства вы намного точнее специфицируете проект. Следующее из новых возможностей – это, сначала посмотрим на свойства, это модернизированная работа с адресными системами. Посмотрим на свойства проекта, свойства маркировки, и выберем маркировки для точечных пожарных извещателей. Добавил следующие параметры для маркировки. Это либо адрес, либо порядковый номер в шлейфе. Плюс к этому маркировка шлейфа подключения. То есть, маркировка шлейфа задается в самом шлейфе в устройстве на чертеже. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот у нас прибор. Если я выбираю шлейф, то здесь появляются маркировки по шлейфу. И также на приборе появляется шаблон маркировки шлейфа. В нем тоже есть параметры. По набору можно набирать здесь различные значения для маркировки. Сейчас у меня установлен номер шлейфа. Что это значит для адресов приборов? Вот у меня промаркирован один из извещателей. Я зайду и посмотрю на его свойства. И появилась группа свойств подключения, в котором есть ряд свойств. Это порядковый номер в шлейфе. Он сейчас 12-й. И, соответственно, маркировка установлена в 12. Также задать адрес вручную и адрес устройства. Я ставлю задать адрес вручную, да. И вот какое значение, например, 127. Установил значение. Закрываю свойства, обновляю модель. Теперь у меня извещатель промаркирован по адресу. Что это значит для работы в программе? Это значит, что можно при работе с адресными устройствами намного точнее выполнять исполнительную документацию. Когда, например, порядковый номер в шлейфе один, но там как-то случилось, но адрес установлен другой. И, соответственно, не всегда в проекте порядковый номер соответствует с адресом. Теперь можно устанавливать полное соответствие с тем, как смонтировано на объекте. Плюс ко всему то, что появилось дополнительное устройство, дополнительные свойства для маркировки шлейфов и приборов и самих устройств, подключенных к приборам. Это то, что раньше в версии 6.2 мы не могли правильно отмаркировать, когда в адресный шлейф встроена адресная метка и к ней подключены неадресные извещатели. При этом маркировка извещателей дублировалась, бралась со свойств этого устройства. Теперь мы можем для этого прибора задать свою маркировку шлейфов и получить соответственную маркировку для извещателей, подключенную к нему, чтобы маркировка не дублировалась и была уникальной. Ну и работа с распределительными коробками, которую очень долго ждали. Например, мне нужно подключить к прибору вот эти вот три извещателя. Давайте я поставлю маркировки. Сейчас здесь ничего не подключено, ничего нет. Кабель не проложен по кабельным каналам. И как было раньше. Например, я выбираю мастер подключения и мне нужно к этому реле подключить вот эти вот три оповещателя. Я подключаю их. Enter. Они теперь подключены. Закрываю, обновляю модель. И смотрите, здесь у меня два кабеля. Соответственно, кабель отсюда идет сюда, потом возвращается сюда и уже идет к этим оповещателям. Как теперь это все происходит? Я открываю базу условно-графических обозначений. У меня есть распределительная коробка. Ее условно-графическое обозначение выглядит немного отличным от предыдущей. Устанавливаю в трассу, нажимаю ОК, задаю высоту. Трасса проложена на высоте 3200. Я задаю, соответственно, высоту коробки 3200. Закрываю. И мне нужно ее подключить к этому же шлейфу. Подключаю коробку. Она позеленела, значит, она подключена. Это видно уже в подключении. Теперь смотрю. Я открою ее свойства. И вижу, что у меня появился вводной шлейф и 3 отводных. Почему 3? Потому что мы сделали вот такое значение по умолчанию 3. Можете поставить 10, и у вас будет 10 ответвлений. Следующее, что я делаю. Я выбираю у коробки мастер подключения. Выбираю первый отвод. Нажимаю Enter. Оповещатель позеленел, значит, он подключился. Выбираю второй отвод. Подключить. И подключаю вот эти два. Они позеленели. Видно, что они подключились. Закрываю. И обновляю модель. Теперь у меня здесь один кабель. Вот здесь будет у меня два кабеля. Ну, если я промаркирую. Здесь их будет довольно-таки больше, чем два. Потому что здесь кабели для системы сигнализации проходят. Ну, вот он, этот кабель. В этом месте его будет два. И потом он ветвится сюда и сюда. Это вот как раз мы реализовали то, чего так ждали. Топологию звезда. Ну, и напоследок. Это последнее. Это уже даже не изменение, а нововведение. Это загрузка помещений из формата файла IFC. Я закрою вот этот вот существующий проект и создам новый. Название оставлю такое. Папка расположения OPS65. Использую уже существующую базу данных для того, чтобы не экспортировать оборудование. Сохраняю проект. И смотрите, я создаю новый чертеж. Он у меня сразу же открыт в рабочей. Вкладка его открыта в рабочей области автокада. И открываю модель здания. И вот она кнопка «Загрузить. Импортировать этаж из IFC файла». Выбираю импорт. Подоснова IFC. Итак, подоснова 3D модель IFC. И выбираю вот этот вот IFC файл. Открыть. Происходит открытие IFC файла. И смотрите, какой функционал здесь есть. Если здание многоэтажное, а когда выгружается IFC файл, то он выгружается весь по всему зданию, со всеми этажами. То нам предлагается выбрать, какой это из этажей. Я, например, выбираю первый этаж. Нажимаю импорт. Просят указать точку, куда вставить. Я говорю, что вставить ноль. Ноль. И завершаю импорт. Теперь у меня в модели здания появляется этаж. И тот именно с тем номером, который был задан, именно в архитектурной программе, из которой выгружен этот IFC файл. И также появляется помещение. Закрываю. Просто здание у меня не сфокусировано. И вот теперь у меня импортировались помещения. И далее выбираю кнопку «Установить извещатели». Выбираю, например, вот это вот и меня спрашивают, что это за извещатели. Я говорю, что... Выберу автономные. Нажимаю «Ок». И у меня происходит запрос из базы УГО, что это. И программа расставила мне уже сразу же извещатели по помещению. Это как раз является одним из методов оценочного расчета. То, что мы уже сразу же знаем, сколько нужно для этих помещений. Я еще их не пересчитал. А у меня уже в спецификации... ...нужное количество извещателей. Это вот, в общем-то, обзор всех нововведений закончен. И я хочу закончить вебинар презентации. Конечно, после презентации можно задавать вопросы. Ценовая политика. Эксклюзивным дистрибьютором программного обеспечения СИСОФТ в разработке СИСОФТ Девелопмент является компания ССД. Точнее, СИСД. Ниже вы видите контакты, телефоны, адрес. Компания находится в Москве. И в самом низу веб-сайт. Вы можете записать, зайти на сайт, посмотреть информацию о продуктах. Программа Project Studio OPS распространяется по двум схемам. Это постоянная лицензия, когда вы ее покупаете навсегда и пользуетесь ей всегда. И также два варианта временных лицензий. Один из вариантов – это годовая лицензия. Второй вариант – это лицензия на два года. И специальное предложение от компании СИСД. То, что компания СИСД предоставляет 10% скидки на продукты разработки СИСОФТ Девелопмент при одновременной покупке с Autodesk AutoCAD. В итоге, что хочется сказать. Что, да, действительно, это работа в самой популярной среде проектирования. Это Autodesk AutoCAD. Это комплексное проектирование всех систем безопасности по объекту, по зданию или комплексу зданий. Это модель как трехмерная, так и в формате IFC, который помогает передавать информацию об объектах в другие программы. Это также автоматическое документирование модели проекта, создание отчетов по как табличных спецификаций кабельных журналов, так и расчетных. Различные таблицы по расчету батареи КРИП, расчеты видеокамер и оповещателей. И спасибо за внимание.